Всем привет, друзья, с вами Ранни, и сегодня мы с вами посмотрим на новую перчатку бесконечности без модов. Ну и давайте уже приступим. Уже как два года не выходили никакие новые датапаки на перчатку бесконечности, и вот один чувак совершенно внезапно выпускает свой пак, который он делал полгода. И думаю, от этого стоило, потому что датапак получился просто офигенный, и давайте уже быстрее начнем смотреть. И самое главное, что нужно для того, чтобы собрать перчатку бесконечности, это сама перчатка бесконечности. И чтобы это сделать, нам нужна любая деревня, например, вот такая, которую я нашел совершенно случайно, и в ней нам нужен любой житель, вот, например, вот этот вот фермер, и теперь нам нужно поторговать с ним ровно 20 раз. И давайте возьмем себе изумрудов, стой, не уходи, вот у меня есть изумруды, чувак. На, сейчас у тебя буду все покупать, вот, раз, 19, 20, опа, и появляется у нас такой торговец, и теперь мы с ним должны поторговать, и он уже может нам продать перчатку бесконечности за 100 изумрудов и золотой блок. И теперь мы покупаем у него перчатку бесконечности, тадам, все, спасибо, житель, тебя я убивать не буду. И, в общем, теперь у нас есть перчатка бесконечности, и теперь можем начинать собирать те самые камни бесконечности. И первым давайте отправимся за камнем силы, вот, пойдем сюда, и теперь мы находимся возле портала Вент, ну, и, получается, в него нам нужно забрыгнуть, и нам нужно убить этого самого дракона края. Так, стой, иди сюда. О, я сильный, я, кстати, спидранер, если вы не знали, я спидранер в Майнкрафте. И теперь забираем яйцо дракона, и ломаем блок, и яйцо пропало, и появился камень силы, ву, блин, я зря его взял в руки, да. В общем, если мы берем камень силы в руки, то нас начинает бить, потому что его нельзя держать в руках, я думаю, вы это знаете. И, кстати, это первый датапак, в котором сделали такую функцию, за это респект. И теперь, чтобы вставить камень в перчатку, сначала нужно взять перчатку во вторую руку, и, да, еще нужно поменять главную руку в настройках, потому что так перчатка, ну, как-то не очень выглядит, думаю, вы заметили. И поэтому заходим сюда, и выбираем тут левую руку. Перчатка у нас во второй руке, и нормально выглядит. А теперь мы уже берем камень, и переключаясь на его слот. И теперь камень силы находится у нас в перчатке. А теперь давайте получим камень реальности, и чтобы его получить, нам нужно золотое яблоко. Вот мы его берем, и нам нужно просто его съесть, и у нас в руке появляется камень реальности. Я не знаю, почему именно золотое яблоко, может, если вы знаете, то можете написать в комментариях, потому что я вообще не имею понятия, почему именно оно. Но мы получили камень реальности, и теперь давайте вставим же его в перчатку. А мы не можем, а почему же? А я вам расскажу, я же специально взял камень реальности, потому что знал, что мы не сможем его вставить. В этом датапаке камни нужно собирать по очереди, и после камня силы у нас идёт камень пространства, поэтому давайте получим его. И для этого у меня тоже всё готово, вот сюда нужно взлететь и туда видеть лук, и чтобы получить камень пространства, нужно просто взять лук и стрельнуть им в верхушку маяка. Ну что ж, давайте стреляем, и что ж, маяк пропал, а мы получили камень пространства, вот он. А теперь мы уже берём перчатку во вторую руку и втыкаем сначала камень пространства, а потом уже камень реальности. И теперь у нас уже три камня в перчатке. Из... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из шести. И поэтому давайте получим остальные три. И вроде бы следующий у нас идёт камень времени, поэтому давайте это узнаем. И пойдём за ним прямо в особняк в Майнкрафте. Да, заходим в него. И тут нам нужно убить пять вызывателей, и тогда мы получим камень времени. А вот это тот чел, который нам нужен. Убиваем его. И теперь осталось ещё четыре таких. Второй, третий, четвёртый. И вот он, пятый. И убиваем. И вот нам реально выпал камень времени. Мы его берём. Вот он, такой вот камень времени. И давайте попробуем вставить его в перчатку. А, нет, не получается. Но, видимо, камень времени у нас не следующий, понял. Ну хорошо, что насчёт камня души? Может, он следующий? И для этого мы спауним визора. Теперь мы его убиваем. Три. И вот из него реально выпадает камень души. А теперь его мы вставим, пожалуйста. О, да, у нас следующий идёт камень души. А потом уже, наверное, камень времени, да? И вставляю. Да, у нас идёт камень времени. А теперь мы идём за камнем разума. И чтобы его найти, нам нужно отправиться в подводную крепость. Ну, погнали. И теперь мы тут ищем древнего стража. Опа, а вот и он. Здорово. Мы тебя убиваем. И вот он, ребята, камень разума из него всё-таки выпал. И вставляем. О, да, я уже чувствую, как это сила перчатки протекает по моим венам. Извините. И давайте уже посмотрим на её способности. И я решил перейти в плоский мир, потому что в обычном немного лагало. А тут всё вроде бы получше. На первый слот мы выбираем. И теперь у нас выбран камень силы. И если мы нажмём на правую кнопку мыши, то мы сделаем выстрел. Вот там стреляет. Типа за этим домом. Это нормально. Ну, короче, вот такой вот луч. Он очень красивый. И хорошо всё ломает. Ну, в принципе, как и должен делать камень силы. А чтобы показать вторую способность, мне нужны какие-то мобы. И возьму я, например, хасков. И нажимаю на shift. Так, такой вот спавнится круг. И они все умирают. А я остаюсь жив, потому что я крутой. И чтобы убрать вот это вот такое торнадо, мы просто нажимаем по нему правой кнопкой мыши. И вот оно пропало. А ещё камень силы, конечно же, даёт нам силу. И теперь мы переходим к камню пространства. И первая его способность, это спавнить порталы. Нажимаем правую кнопку мыши. И спавним такой вот портал. А теперь зажимаем shift. И вот если мы будем нажимать shift, то можем выбрать мир, в который будем телепортироваться. И давайте пойдём, например, в ад. Заходим. И, ого, тут бастион. И теперь нужно немного подождать. Начинаются такие блики. И нас перекидывает выживание. О, со мной ещё житель тпшнулся. Да, он тоже, видимо, зашёл в портал. И выбираю наш обычный мир. Ой, а где деревня? А чтобы убрать портал, нужно нажать по нему правой кнопкой мыши. А с помощью второй способности камня пространства, который у нас на третий слот, мы можем брать. Я сказал, брать. И переносить мобов, куда мы хотим. Вот так это работает. Вот я просто вожу мышкой. И он идёт за мной. А теперь я отпускаю его. И теперь он снова может ходить. А ещё, если я буду его брать. И нажму на shift. То я могу увеличивать расстояние между мной и мобом. Вы тут не смотрите. Нифига их тут, а чё их тут так много? И что ж, такой вот был камень пространства. Теперь смотрим на камень реальности. Который не менее крутой. И у него тоже две способности. И если честно, я уже забыл, какая из них какая. Поэтому давайте проверим. Нажимаю правую кнопку мыши. И моб становится коровой. И да, тут такая способность. Мы можем превращать любого моба именно в корову. Я не знаю, почему именно корову. Но мы можем так делать. Вот так вот. Вот так вот. И все у нас сейчас станут коровками. И если мы нажмём на shift, то все мобы станут летучими мышами. И кстати, эти летучие мыши ещё и будут наносить урон любым мобам, которые будут рядом с ними. И теперь вторая способность. Она очень-очень интересная. И чтобы её использовать, мы сначала нажимаем на shift. И у нас появляется такой список, в котором нам нужно выбрать блок. И давайте я выберу, например, Obsidian. Вот я выбрал его. Тут что-то написалось хорошее. И теперь давайте нажмём правой кнопкой мыши по вот этому вот зданию. Нажимаю. И оно начинает вот так вот обрастать Obsidian. И это выглядит просто офигенно. Ещё такие везде партиклы красные. А теперь давайте выберем, например, землю. Вставим. И она тоже ставится. Ого, даже как-то очень быстро, нет? И нажав на правую кнопку мыши, мы можем остановить этот процесс. И что ж, мы посмотрели уже на половину камней. Теперь давайте посмотрим на камень души. И сразу как я его выбрал, все мобы у меня подсветились. Это забавно. И также у него есть несколько режимов. И первый это захват. Вот тебя. Ты тут спрятался в доме? Сейчас мы тебе зайдём. И нажимаем правой кнопкой мыши. Он пропал. Но куда же он пропал? А чтобы это узнать, нам нужно нажать на Shift и выбрать тут отправиться. И давайте отправимся куда-то. Я не знаю куда. Ну, наверное, вы тоже знаете куда, потому что я поставил это на превьюшку. Это у нас мир душ. И вот тут находится тот самый житель, которого я только что сюда отправил. Чтобы вернуться назад, нужно выбрать вернуться. И мы возвращаемся на то же место, где и решили отправиться. А вот чтобы выпустить жителя, выбираем пункт выпустить. Вот он. И нажимаем правой кнопкой мыши. И вот тот самый житель. Всё, мы вернули его в свою деревню. Ну и с ним всё хорошо. Захватить. 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 Вот всех захватываем. И теперь идём в мир душ. И все, кого мы захватили теперь тут. Правда, тут ночь. Сейчас я поставлю день. И, кстати, также этот датапак поддерживает мультиплеер. То есть вы сможете засунуть сюда даже своего друга. И это реально работает. Я проверял. И выпустим всех, кого мы поймали. И вот так вот это работает. Они все по очереди выпускаются. И это вроде бы все, кого мы захватили. Потому что больше у нас никого нет. А теперь смотрим на камень времени. И с ним я на самом деле не очень разобрался. Но думаю, походу мы с вами всё поймём. Итак, надеюсь, у меня всё получится. Я беру динамит вот тут, ставлю. И сохраняю вот эту точку. Нажму, например, вот сюда. И, наверное, я что-то сохранил, да? А теперь мы это всё, получается, взрываем. И теперь пытаемся восстановить. Но не работает. Только двери выпадают почему-то. Я не знаю, это... А-а-а. Короче, я понял. Смотрите, вот сейчас я, короче, вот тут сохраняю точку. Например, вот я нажимаю, да? Оп, нажал. Всё. И теперь ломаю вот это вот, например. Всё тут ломаю. Такой я, типа, грифер пришёл такой. И всё сломал. Такой, блин. Блин, и кактус даже сломал. Так, и теперь нажимаю на правую кнопку мыши. И всё вернулось. Так, и смотрим. И даже кактус вернулся. Что ж, наконец-то я понял. Оказывается, самая моя главная ошибка была в том, что я менял слот. А этого делать вообще нельзя. А что, если взорвать всё вот это, а потом это вернуть? Окей. Сохранил. Поджигаю. Да, тут обсидиан, конечно, мешает. Вау. Да, это жёстко. Окей, я не думаю, что оно всё это вернёт. Ну, попробуем. Вернуло. Ну, конечно, не уверен насчёт всех блоков. То есть, вот это оно, наверное, не вернуло. А так, вот до вот этой части оно всё вернуло. Видимо, есть какой-то радиус. Ну, это как бы нормально. Всё равно вернуло. То есть, всё работает. И есть такой вот камень времени. И теперь его способность на восьмой слот. Мы для этого ставим ночь. Суммон скелетон. Теперь заходим в сурвайвл. И теперь, когда он стрельнет, я нажму на правую кнопку мыши. И его стрела заморозилась в воздухе. Вот так вот это работает. И сам скелет тоже, видимо, заморозился. Теперь я ещё раз нажимаю. И всё вернулось. Вот так вот это работает. Опа. И видите, какая-то прикольная сделана. То есть, тут спамнится барьер. И тут отстаётся стрела. Вот такой вот камень времени. И приходим к последнему нашему камню. Насколько я понял, чтобы он работал правильно, нужно написать ещё одну команду. Которую автор забыл добавить в датапак. И поэтому нужно написать её самим. Вот такая команда. Я также оставлю её в описании. И всё. Теперь мы сможем использовать наш камень разума. Хорошо. Мы берём наш камень разума. И нажимаем по мобу, которого мы хотим захватить под свой контроль. И пускай это будет панда. И почему-то она убила эту лошадь. Хотя я ей этого не приказывал. И да, теперь я могу приказать этой панде, кого ей нужно убивать. И пускай... Сейчас я зайду в сурвайвл. И пускай она убьёт этого попугайчика. Так, ну... О! Так, пошла, пошла за ним. Давайте посмотрим, как панда убьёт попугая. Давай, давай! Но! Офигеть. Ну, чувак, дай ей фору. Она не может от тебя достать. Всё. А теперь, чтобы выпустить панду из нашего контроля, мы нажимаем ещё раз по ней правой кнопкой мыши. Всё. Теперь она самая обычная панда. И вы заметили, что волк выпал из мира? Ну, хорошо. Давайте я раскрою вам секрет этой способности. И можем заметить, что под ней спавнится невидимый волк. Вот он, ребята. Вон волк прямо в ней спавнится. И как раз-таки волки начинают убивать мобов, которых мы захотим. И, в принципе, автор прикольно придумал. И я напоминаю, что это всё без модов. Если вы ещё не забыли, это всё без модов. И вот, что можно, оказывается, делать без модов в Майнкрафте. Теперь давайте посмотрим на... На ещё одну способность, с помощью которой мы можем давать нашим мобам и нашим друзьям силы. И для этого мне понадобится мой второй аккаунт. И вот он, мой друг. И теперь я выбираю способность силы. И нажимаю по нему правой кнопкой мыши. Нажимаю. Да, блин, уберись. Нажимаем. Ну и вроде сработало. Давайте сейчас проверим. Так, всем здорово. И теперь вроде если я нажму на спринт, то я начну быстро бегать. И, в общем, я получил силы ртути. А ещё и способности типа ванды. И чтобы их попробовать, мне нужно нажать на shift. И все мобы вокруг начинают умирать. Это жёсткая способность. Но вот так вот, наверное, умеет Ванда. А хотя давайте не будем прощаться с нашим другом. А ещё и заодно сделаем его коровой. С помощью камня реальности. Итак. И только что наш друг стал коровой. А теперь давайте посмотрим от его лица. Ага, ну вот. То есть это я не сам двигаюсь, если что. Это корова двигается. А я ничего не могу делать. Даже мышка не могу покрутить. Ну, в общем, вот так вот это работает. Всё, спасибо, друг, за помощь. А теперь уже давайте посмотрим на то, на что вы, наверное, хотели посмотреть. Это у нас щелчок. Давайте я его сейчас использую. И теперь половина вселенной начинает испаряться. А, и всё, это было быстро. Окей. И остались только вот эти вот некоторые мобы. Потому что это половина вселенной пропала. А теперь, чтобы их вернуть, нужно выбрать следующую способность. Unsnap. Нажимаем. И они начинают возвращаться. Вот тут у нас будет, думаю, чувак. Чувак, это же ты. Тот самый житель. Всё, они все вернулись. И можем ещё раз снапнуть. Давайте попробуем, чтобы уже какие-то другие исчезли. И вот, например, сейчас вот этот не исчезнет. А вот этот исчезнет. Он, нет. Это была твоя жена, да, наверное? Чувак, блин, мне тебя жаль. Ну, хорошо, я верну её. Всё, чувак, вот твоя жена. Пожалуйста, живи с ней хорошо. И береги её обязательно. Вот она, всё. Он её бросил. Но даже это ещё не всё. Я вернулся в этот мир, чтобы показать вам последнюю вещь, которую добавляет этот датапак. Это у нас перчатка Тони Старка. И чтобы её получить, мы должны взять железный блок и следок Незерита. И кинуть их в котёл. Кидаем. И получаем нано-перчатку. Вот так вот она выглядит. Это у нас перчатка Тони Старка. И у неё только другая текстура. А способности будут абсолютно такие же. Я давно уже не делал такие обзоры. Поэтому, если вы их ждали, то можете поставить лайк. Подписаться на канал. Позвать друзей. О боже, почему я махаю левой рукой? Ну, в общем, всё. Всем удачи. Всем пока, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.